Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам, как сделать вот такой пряник с тигренком и снеговиком. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра! Пряник я заранее покрыла глазурью и перенесла картинку. Ссылку на изображение оставлю в описании под видео. Для начала рисую тигренку рот пищевыми красителями, темно-серым и малиновым цветами. Заливку начиная со снеговика, заливаю нижнюю его часть белой глазурью. Все элементы на прянике заливаю по порядку. Сначала самые дальние элементы, затем те, что расположены визуально ближе. Глазурь я использую на живом белке. Более подробно про глазурь, про консистенции глазури можно найти на моем канале. В описании под видео будет ссылка на плейлист, где можно найти видео с рецептом печенья и пряников, как перенести картинку на пряник и другую полезную информацию. Чтобы исправить неровности заливки, можно воспользоваться шилом. Далее оранжевой глазурью рисую хвост тигренка и левую лапку, которая расположена дальше всех элементов за снеговиком. Часть с лапки делаю оранжевым цветом, а часть с белой глазурью по мокрому, чтобы цвета слились и не было никаких стыков между ними. Следующий по очереди элементы верхняя часть туловища снеговика, пальчик левой лапки, который за головой снеговика и ножки снеговика. Внутреннюю часть ушек тигренка делаем. Делаю белой глазурью. Далее заливаю часть груди тигренка, которая расположена за правой лапкой и головой снеговика. Левое ухо тигренка также расположено дальше всех, торчит из-за головы тигренка. Делаю штрихи в местах складок и даю им подсохнуть. Шарф заливаю синим айсингом и делаю точки белым по мокрому. Заливаю заднюю левую лапку тигренка и даю элементу подсохнуть. Далее заливаю голову верхнюю часть оранжевой глазурью. И сразу по мокрому заливаю белым айсингом часть вокруг глаз тигренка, чтобы цвета слились и не было стыков между ними. Аккуратно все делаю, не спеша, неровности поправляю шилом. Субтитры сделал DimaTorzok Заливаю туловище тигренка, животик также по мокрому заливаю белым айсингом в центре, поправляю неровности шилом. На животике глазурь кладу не толстым слоем, так как он расположен дальше верхней правой лапки и живот не должен быть выше нее. И продолжаю заливать сначала заднюю лапку, которую внизу, затем переднюю, которую вверху. Стопу и пальчики на передней лапке также делаю по мокрому. Продолжение следует... Глаза заливаю белым айсингом аккуратно и делаю их невысокими, чтобы они не были выпуклыми. На мордочке делаю штрихи белым айсингом и даю им подсохнуть. Метлу заливаю глазурью бежевого цвета, ручку метлы сделала айсингом коричневого цвета. Заливаю мордочку аккуратно вокруг рта, слой глазури у рта не толстый. Далее делаю выпуклые части на мордочке, оставляя место для носа. Пряник высох, вот такой он получается на этом этапе. В принципе, уже можно нарисовать полосы, глаза, провести контуры, брики и пряник готов. А можно расписать, как это буду делать я. Снеговика тонирую голубым цветом. Снеговика тонирую голубым цветом. На метле рисую штрихи коричневым цветом и закрашиваю ее красителем карамельного цвета. Шарф подкрасила синим красителем. Тигренка тонирую смесью оранжевого красителя и коричневого. Коричневый добавила в оранжевый совсем немного, чтобы цвет стал более темным, рыжим таким и не ярким. Сантехнику. 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 Продолжение следует... Белые части тигренка тонирую бежевым красителем. Продолжение следует... Контуры тигренка рисую коричневым красителем тонкой кистью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снеговика обвожу голубым красителем... Шарф синим... Метлу тоже коричневым красителем обвела. Продолжение следует... Далее черным красителем рисую глаза, оставляя блики. Рисую полосы на шерсти тигренка, ресницы и мордочку снеговику. Продолжение следует... 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 Если у вас не получается затонировать пряник или вам кажется, что это делать сложно или нет на это времени или за большого количества работы, то это не страшно. Это делать не обязательно. Мне нравится расписывать пряники и глазурью, и кистями, поэтому я так делаю и показываю вам, что так тоже можно сделать. Напишите, пожалуйста, ваше мнение по этому поводу в комментариях. Благодарю за просмотр. Надеюсь, видео вам окажется полезным. Не забывайте отмечать меня в инстаграме. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. Всего вам доброго!